Вдвойне осторожными на дорогах нужно быть автомобилистом, когда дело касается детских жизней. Особое внимание к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма уделяют и сотрудники ГИБДД. Круглый стол, посвященный этой теме, прошел в администрации Щелковского района. На совещании обсудили неутешительные цифры. В этом году произошло 25 ДТП, в которых пострадали дети. К счастью, никто не погиб. Однако, по сравнению с прошлым годом, рост аварийности практически стопроцентный. Так что необходимо принимать срочные меры. Вот этот круглый стол и посвящен тому, чтобы мы все совместными усилиями начали прорабатывать данный вопрос. В первую очередь, ликвидировать очаги аварийности. По указу президента, пешеходные переходы возле школ были оборудованы по новым стандартам. И не зря. В более чем половине случаев дорожно-транспортного травматизма дети-пешеходы. Так, на совещании было решено, как можно тщательнее вести информационную работу с жителями, родителями и детьми. Ведь сами ребята должны понимать, где и когда можно переходить дорогу и чем грозит нарушение правил. Несколько встреч по этой теме запланировали в школах и детских садах. Пока же ГИБДД старается бороться с нарушителями своими силами. В осенние каникулы число экипажей ДПС было увеличено. Увеличение экипажей ДПС, профилактическая работа. Работаем близ детских городков, либо парковые зоны, где больше привлечения именится детей. Где люди отдыхают, именно родители с детьми. Туда мы выставляем экипажи, привлекаем более штабные уже работники, работают у нас. Специальные площадки для изучения правил ПДД необходимо создать в каждой школе Щелковского района, считают сотрудники отдела ГИБДД. В таких автогородках дети смогут не только узнать теорию, но также изучить практику. Нам необходимо заняться оборудованием современных площадок для того, чтобы в школах, чтобы дети наши изучали элементарные правила дорожного движения в учебных заведениях. Еще один метод борьбы с дорожно-транспортным травматизмом среди детей – современные технологии. Так называемые фликеры – светоотражающие элементы, по которым пешеходам можно будет заметить в темное время суток. Их раздадут юным инспекторам дорожного движения 13 ноября. В этот день в Щелковском районе состоится конференция, где также планируют обсудить темы, актуальные для безопасности подрастающего поколения. Александр Гранич, Александр Ржевский, телерадиокомпания Щелково.